Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава чисел, перевод российского библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. Израильтяне странствуют по пустыне, только что в 20 главе была история, помимо прочих, про Эдом, про народ, который был израильтянам достаточно близок, но не пропустил их через свои владения, и израильтяне не стали с ними воевать, все-таки Эдомитяна они считали братьями. В дальнейшем эта история о Эдомитянах родных, они происходят от Исаава, сына Исаака и родного брата Иакова, предка, простите, израильского народа. А тем не менее, вот они и свои, и не очень-то дружественные, такая вечная история про два близких народа, которые не слишком дружат. Ну вот, 21 глава нам показывает, как обходится с неблизкими народами, другая совершенно история. Царь Рада Хананей, правивший Негевом, Негев — это южная часть Ханаана, узнал, что сыны Израилева идут по дороге на Атарим. Он напал на них и захватил пленных. Тогда сыны Израилевы дали Господу обед. Если Господь дарует им победу над этим народом, то они предадут заклятие, уничтожат все селения побежденных. Ну, то есть завоюют не себе, а как бы Богу, да, хотя фактически, конечно, разрушалось все. Господь внял этому обету и даровался нам, Израилевам, победу над Хананеями. Они предали заклятие, уничтожили Хананеев со всеми их селениями. Это место получило название Хурма. Ну, такой маленький эпизод. Но здесь, видите, даже нападают. Не то, что не дают пройти, а нападают на... Они же идут так постепенно, вот на какой-то один отряд там напали, который, может быть, последним шел. От горы Орса на Израилевы пошли по дороге, ведущей к морю Суф, обход и дома. Вот они все пытаются найти какое-то место себе, да, никак не могут такое благополучное, безопасное место найти. В пути люди совсем потеряли терпение, стали роптать на Бога и Мессия. Зачем вы увели нас в Египте? Чтобы мы умерли в пустыне? Здесь нет еды, нет воды. А эта негодная еда нам уже опротивила. Ну, понятно, сколько можно, говорят они уже. Вот никакого просвета не видно. Где свет в конце туннеля, в конце концов? Господь наслал на них ядовитых змей, которые сжалили их, и многие из сынов Израилевых погибли. Тогда люди пришли к Моисею и сказали, согрешили мы, когда роптали на Господа и на тебя. Помолись Господу, пусть он избавит нас от змей. Что происходит? Да, вот израильтяне говорят, нам плохо, нам плохо, нам плохо. И тут вдруг, оп, появляется что-то такое, что им по-настоящему становится плохо. И оказывается, было вовсе не так уж и плохо. Вот если избавиться от змей, то, в общем-то, ничего и в пустыне. Моисей помолился за народ, и Господь сказал Моисею, сделай изображение змея, подними его на древке, словно боевой знак. Пусть всякий, кого ужалит змея, посмотрит на него, и тогда он останется жив. Моисей сделал змей из меди и поднял его, как боевой значок, на древке. И всякий, кого ужалил змея, глядел на этого медного змея и оставался жив. Очень странная вещь. Во-первых, какая-то магия прямо присутствует. То есть, если бы там было сказано, пусть о нем помолятся, пусть он принесет жертву, Господь исцелит его. Нет, как будто какое-то странное противоядие посмотреть на змея. Мы понимаем, что это чисто символическое действие. Если бы там сказано, пусть выпьет отвар такой-то травы, может быть, эта трава действительно целебна. Нет, вот прямо такое символическое действие. А с другой стороны, вот смотрите, это минимальный акт веры. Вот пойди собери траву, там свари из нее твар, или там принеси жертву, а может мне нечего принести, а может мне жалко принести своего барана в жертву, он у меня один. Это все такое сложное действие. А хотя просто посмотри. Вот это может любой человек. Вот здесь как будто такой урок дается Израилю, что сделайте хотя бы то усилие, которое не требует вообще ничего, кроме решимости. Вы готовы или нет? И это разница между жизнью и смертью. Причем не сказано, что немедленно они исцеляются. Ну, вероятно, они болеют после этого укуса. Это очень неприятно. Меня змеи не кусали, но знаю людей, которых кусала гадюка. И это очень болезненный, тяжелый опыт, а там южнее змеи еще более ядовиты, чем наши гадюки. Ну, и потом, конечно, этот медный змей, он будет объектом поклонения, даже его придется разрушить. Но это в более поздние времена, потому что запомнили, вот как он помог, и, соответственно, стали переносить на самого медного змея то действие, которое Господь с его помощью совершил. Ну, а потом уже в Новом Завете с этим медным змеем будет сравниваться Христос. То есть, и понятно, почему, потому что тот же самый акт веры, да, просто посмотри. Вот просто прими, что он твой спаситель, а не приноси жертвы, не совершай какие-то сложные действия, но прими хотя бы, и это уже будет действие. Сыны Израилевы двинулись в путь, затем сделали остановку в Овоте. После Овота они сделали остановку в Иега-Аварим, в пустыне. Ну, мы не обращаем внимания особенно на географию, вот на эту карту рисовать у нас сейчас нет такой возможности. Но эти карты все нарисованы, кому интересно, вы найдете в интернете или в справочных изданиях, в хороших изданиях Библии всегда есть. В пустыне, которая лежит к востоку от Муава. Следующую остановку они сделали в ущелье Зерот. После этого они перешли ущелье Арнон и остановились в пустыне, которая прилегает к владениям Амуреев. Вот они на границе Ханаана, а между Ханааном и ними какие-то народы. Вот Идом, Амарии. Арнон – граница Муава, граница между Муавом и владениями Амуреев. Муав – еще один народ, который живет рядом с Ханааном. Потому-то и сказано в книге «Воин Господних» и «Вахеф», что в Суфе и ущелье Арнон – и склоны ущелья, которые спускаются к селению Ар и достигают границ Муава. Оттуда они пришли в БР. Да, кстати, книга «Воин Господних» до нас не дошла. То есть здесь числа ссылаются на некий источник, который был, но недоступен уже. Пришли в БР. Там находится тот самый колодец, о котором Господь сказал Моисею. Собери народ, и я дам им воду. Там, сыны Израилевы, воспели песню. Наполнись у колодец, а колодцы пойте. Копали бы вожди, предводители народа копали посохами, жезлами своими. Вот смотрите, в предыдущей главе Господь извел воду из скалы. Здесь сами давайте потрудитесь. Но Господь дает указания, и народ уже начинает действовать. Вот смотрите, израильтяне – это толпа рабов изначально. К концу странствий по пустыне – это народ. Как из толпы рабов получается народ? В частности, люди берут на себя ответственность. Они не бегают вечно к Моисею и говорят, «Ой, у нас нет того, сего, пятого, десятого, дай нам, пожалуйста». Почему-то даже я так сымитировал плаксивый голос. На самом деле, они требовательно говорят, дай нам, а то мы умрем здесь все. Они думают, нет воды, колодец может выкопать. Но сами что-то сделайте. Вот так вы из рабов станете людьми, которые ответственны за свою жизнь. Раб ждет, пока ему что-то сделают или пока его там накажут. Но Господь наказывает, пока они так себя ведут. Из той пустыни они пришли в Маттану, из Маттаны в Нахалиэл, из Нахалиэла в Бомот, из Бомота в долину, что на Муавских землях, близ горы Фазга, которая высится над пустыней. Нам это ничего не говорит, но сейчас мы это оставляем. Тем не менее, там все разные живут народы. И эти народы с опаской смотрят на израильтян. Сыны Израилева отправили послов к Сихону о Марийскому царю с просьбой. «Разреши нам пройти по твоей земле. Мы не пойдем через посевы и виноградники, не станем пить воду из колодцев. Мы будем идти по царской дороге, пока не минуем твои владения». Царская дорога, кстати, это, видимо, египетский путь, который был там проложен. И, собственно, это шоссе, древнее шоссе, автострада. Естественно, никаких авто нет, но главная дорога, по которой все идут. А вокруг живут люди, но они могут совершенно не обращать внимания. Но Сихон не позволил Сынам Израилеву пройти через его владение. Он собрал все свои войска, вышел в пустыню им навстречу и сразился с ними у Яхоца. Сыны Израилевы разбили Сихона. Они владели всей его страной от Орнона до Ябока, до земли сынов Оммоновых. Владения сынов Оммоновых были хорошо защищены. Сыны Израилевы захватили и заселили все города Амария, включая Хешбон с окрестными селениями». Вот уже первая военная победа. Ну, не первая, потому что было в прошлой главе, но там они просто отбили своих, а здесь они захватывают какую-то территорию. Сыны Израилевы захватили и заселили все города Амария, включая Хешбон с окрестными селениями. Первая оседла их поселение. Вот потом весь Ханаан будет завоеван, это еще на пороге Ханаана. Ну же. Хешбон — это город Сихона, Амарийского царя. Воюя с прежним царем Муава, Сихон отобрал у него все земли вплоть до Орнона. Потому и говорят сказители, приходите в Хешбон, да будет отстроен и укреплен город Сихона. Огонь из Хешбона вышел, вышло пламя из Сихонова града, уничтожил Ар в Муаве и владык Бомота над Орноном. Горе тебе, Муав, ты погиб, народ Кемоша. Кемош — это главный муавский бог. Сыны его беженцами стали дочери, попали в него Лексихону, царю Амареев. Мы их засыпали стрелами. Погибло все от Хешбона до Дивона. Мы разорили все до Нофаха, до Медевы. Зачем нам здесь этот гимн амарийских завоевателей? Что это такое? Израильтяне нас интересуют, разве нет? А это же явно победная песнь вот этих самых амареев. Ну, наверное, для некоторого фона. То есть не только израильтяне завоевывают земли других народов. Это тогда было нормально. Вот тогда так жили. Израильтяне, собственно говоря, это делают по воле Божьей, в связи с тем, что эти люди, ну, они язычники, которые уже вот своими беззакониями переполнили всякую меру терпения. А все остальные народы это делают, потому что это же круто завоевать соседнюю землю, всех там поубивать и выгнать. Израильтяне внешне делают то же самое, но по-другому это понимают. Вот в этом разница. Только в этом. Пока. Так сына Израилева поселились в стране амареев. Затем Моисей послал людей смотреть Язер. Сыны Израилева захватили селение вокруг Язера и стали жить на месте обитавших там прежде амареев. Ну, еще одна победа. Оттуда, повернув, сыны Израилева пошли по дороге, ведущей в Башан. Еще одна область, которая тоже прилегает к Ханаану. Ог, царь Башанский, вышел им навстречу со всем своим войском и вступил в бой у Идреи. Господь сказал Моисею, не бойся, я дам в твои руки его самого и все его войско, его страну. Ты поступишь с ним так же, как с Сихоном, амарейским царем, правившим в Хешбоне. Перебихав их всех, и Ога, и Сыновеева, и все его войско, до последнего человека, сына Израилева, овладели этой страной. Да, кажется, начинается что-то такое очень тяжелое и неприятное. И, наверное, маовитянам, которые живут там рядом совсем, становится особенно неуютно. Что же они сделают, узнаем в 22 главе. Продолжение следует...